Политический аналитик и независимый журналист, бывший редактор Armenian Report, а ныне эксперт Университета Южной Калифорнии по вопросам Южного Кавказа, Эмиль Санамян опроверг информацию официального Еревана о том, что во время недавних столкновений на границе с Азербайджаном армянским военным удалось сбить беспилотник азербайджанской армии. Отметим, что данное опровержение стало ответом на другой твит, сделанный на днях главой пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян. 21 июля она поделилась на своей страничке в Твиттере фотографиями, на которых можно увидеть беспилотные летающие аппараты, которые, по её словам, были якобы сбиты в последние дни в зоне боевых действий. На опубликованных фотографиях действительно видны многочисленные обломки дронов, выставленные на всеобщее обозрение в Ереване. Под фотографиями Шушан Степанян поместила соответствующую запись «Азербайджанские дроны, сбитые подразделениями армянских вооруженных сил в последние дни». Эмиль Санамян, который, судя по его выступлениям в СМИ, вовсе не испытывает особых симпатий к Азербайджану, усомнился в правдивости данного утверждения официального представителя армянского военного ведомства. Сананян сказал следующее. «На сегодняшний день Армения не предоставила никаких доказательств того, что Гермес-900 действительно был сбит. Я не сомневаюсь, что по нему стреляли. Но, как это часто бывает, с такими целями, реальный ущерб может быть не таким уж явным», прокомментировал эту своеобразную выставку армянский аналитик. Ранее Министерство обороны Азербайджана уже выступало с опровержением информации об уничтожении якобы азербайджанского дрона. По официальным сообщениям, азербайджанская армия за время последних столкновений не потеряла ни одного беспилотного летающего аппарата. Теперь же этот факт подтверждает независимый армянский эксперт, работающий в США. Таким образом, кампания дезинформации, которая полным ходом идет в Ереване, вызывает усмешки даже в армянском обществе. Продолжение следует...